Матовые помады постепенно начинают выходить из моды, но все равно еще выпускаются все новые-новые релизы. И если вы не хотите уже тратить деньги на матовые помады, покупать какие-то еще матовые релизы, то я вам сегодня хочу рассказать о том, как можно заматировать любую помаду. Я сегодня не буду говорить о трюке с пудрой, который уже миллион лет, как известен. В основном я хочу поговорить о продукте, который специально до этого был разработан. Многие компании подметили нужду в том, чтобы создать такой продукт, который будет трансформировать любую помаду, классическую такую глянцевую помаду, в матовую, так как это действительно огромный тренд, и до сих пор соцсети просто кишат матовыми губами, поэтому до сих пор это все еще держится. И я сейчас говорю о продукте от Smashbox, который называется InstaMatte. У меня нет полноценной версии этого продукта, я долгое время хотела его купить, но потом мне попался вот такой вот пробник, и слава богу, что он мне попался, потому что я его протестировала, и сегодня расскажу вам в основном именно о нем. То есть обзор будет, грубо говоря, вот этой вот штуки. И, зная меня, если вы подписаны на мой канал, вы наверняка знаете, что я для вас подготовила какой-то более бюджетный аналог, и этот аналог просто бомба. Поэтому давайте начнем с небольшого такого краткого обзора этой штуки. Все это дело я тестировала на помаде классического образца. Я взяла помаду от Rimmel, оттенок 510, называется Best of the Best. Это классическая, самое что ни на есть, классическая красная помада. Выглядит вот так вот на губах, она выглядит действительно такой достаточно сильно глянцевой. Очень красивый эффект, мне безумно нравится эта помада сама по себе, но я решила протестировать и посмотреть, что же будет, если нанести на нее вот этот вот Smashbox InstaMatte. Принцип его заключается в том, что вы берете совсем маленькое количество продукта и начинаете вот так вот вбивать губы, и видите, как на глазах у вас помада трансформируется из глянцевой в матовую. Действительно, эта штука работает, но как только я вот взяла, здесь, кстати, в пробнике очень много продукта, 1,5 мл. 1,5 мл, это вам хватит, ну я не знаю, раз в 50 губы заматировать так точно. Поэтому пробники довольно щедрые. Кстати, это я получила с заказом на beauty.com, со своим заказом на beauty.com получила вот такой вот пробник, что очень даже классно. Поэтому, если вы там планируете что-то заказывать, добавьте себе в корзину, возможно, вам пригодится этот пробничек. Так вот, как только я его взяла вот так вот на палец и ощутила эту текстуру, у меня сразу было такое ощущение, смешбокса, что ты мне пытаешься продать? Но, тем не менее, я нанесла на губы, действительно работает, действительно матирует. Нельзя сказать, что прям вот действительно такая вот прям матовая, ультраматовая текстура получилась. Нет, она все равно чуть-чуть видно, вот глянец какой-то проходит сквозь нее, но все равно помада заматировалась, и это видно. И я вам, когда покажу фотографию там, где на верхней губе нанесен смешбокс, а на нижней губе просто обычная помада, без ничего, то отчетливо видно, что верхняя губа такая достаточно сильно бархатиста-вельветовая по сравнению с конкретным глянцем обычной нижней губы. Но после того, как я это сделала, я решила посмотреть на состав. Здесь, слава богу, он указан. И что же я вижу на первом месте? На первом месте в составе диметикон. И у меня сразу как лампочка зажглась в голове, потому что я поняла, что действительно диметикон это средство, которое засовывают во все праймеры для мотирования, во все, я не знаю, штуки там, какие-то тональные основы, которые матирующие, он есть везде. Поэтому довольно логично, что средство с диметиконом будет мотировать любые текстуры. Я порылась у себя, посмотрела, что у меня есть из моих средств, которое максимально напоминает состав вот этого средства Smashbox. И, как ни удивительно, это вот этот праймер от NYX, который называется Studio Perfect Water Loving Primer. Выглядит он вот так вот, стоит он совсем недорого, и здесь вы получаете сколько? Наверное, миллилитров 30, да, здесь 30 миллилитров. Этого хватит, чтобы заматировать, я не знаю, весь наш город, это точно. Губы девушек всего вашего города. И здесь не только диметикон совпадает. То есть, если сравнить составы этих двух средств, то вот в этом большая часть ингредиентов вот этого средства, большая часть ингредиентов здесь присутствует. И я, конечно же, это все протестировала на губах, и на нижнюю губу я нанесла вот этот праймер от NYX, и вы не поверите, мне эффект даже понравился больше, потому что вот этот праймер, он даже немножко больше заматировал и немножко меньше снял самого пигмента, потому что когда наносишь вот так вот пальцем, все равно чуть-чуть пигмента остается на пальце, и получается цвет какой-то, ну, может быть, не совсем однородный, как-то так бы я сказала. Когда я наносила это, тоже немножко пигмента ушло, но эффект мне понравился даже больше. И после того, как я уже это протестировала, я вам 100% могу сказать, что не стоит на смешбокс разоряться, потому что большинство ваших праймеров, матирующих вот таких вот силиконовых прозрачных, скорее всего сработает. Поэтому советую вам поковыряться в косметичке, наверняка вы что-нибудь похожее найдете. И на этом сегодняшнее видео я буду заканчивать, надеюсь, что оно вам понравилось. Если так и было, конечно же, поставьте мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока!